Ребята, тут такая сумасшедшая погода. Сверх минут назад было тепло, в принципе. А сейчас... О боже, вы меня это видите? Мы решили пойти покушать. Заказала себе равиоли. Там тесто, сыр, зелень, иногда бывает томатный сок. Мы теперь поем и скоро пойдем выбирать квартиру. И я думаю, это будет реально интересно. Потому что мне уже не терпится увидеть то место, где я буду жить 4-5 года. Это квартира номер один, которую мы будем смотреть. Я еще не знаю, какая она, но выглядит неплохо, да? Мне нравится дизайн. Во-первых, что я ищу в квартире, это большие окна. Я думаю, это реально круто, когда вот такие вот окна есть. Во-вторых, мне нравится яркий цвет паркета. И тут это все есть. Но только, как видите, это очень-очень маленькая комната. Ну, что поделаешь. Посмотрим. И да, окошко реально клевое. О, боже. Это место смотрят на кладбище. Тут есть бассейн, который я, скорее всего, никогда в жизни не буду использовать. Потому что я манимая. Но. А у меня похож на человек, который будет использовать бассейн. Скажи честно. Ну, просто, чтобы утешить свое самолюбие, можно сказать, типа, да, я буду приходить сюда. Но нет, это неправда. Что мне тут нравится, так что все зеленое. Везде, где я хожу, я трогаю зелень. И мне кажется, что сейчас я там пластмасску почувствую, и это будет не настоящие растения. Но, блин, они везде ставят настоящие растения. И все они выглядят так идеально, как будто их просто сделали, ну, знаете, люди, а не природа. Вот так красиво тут. Вот дом сам очень симпатичный. Дизайн похож на тот, который бы я сама сделала бы себе. Вот ванная. Вот, посмотрите, как тут красиво, да. Я была на ногах с 7 утра. Ходила, смотрела квартиры. И самое ужасное застряло в пробке, которая длилась где-то часа 2-3. Я не знаю, это самый ужасный первый день, который можно только придумать. Но то, единственное, что меня радует, что теперь я в отеле, и нам принесли шоколадки. Они вкусные. Я знаю, потому что... Потому что они выглядят вкусно. Хочу показать вам номер, потому что он мне нравится. Это, наверное, единственная хорошая вещь, которая случилась сегодня. Выглядит уютно. Я люблю коричневые цвета. Вот так вот. Привет, ребята. Короче, мы уже выбрали квартиру, да, наконец-то. Проблема в том, что я вам сейчас ее не буду показывать, потому что я хочу оставить здесь что-то вроде сюрприза на будущее. Потому что она сейчас просто пустая. Когда я ее обставлю, это будет наверняка не скоро. Я умера. Тогда я сделаю вам рум-тур. Сейчас мы идем смотреть мебель. И я вас возьму с собой, да. Посмотрим, что там к чему. Я надеюсь, там есть что-то красивое. Субтитры сделал DimaTorzok Я себе только что приобрела сов. Хотелось бы взять гораздо больше, честно. Вот я таких себе взяла. Ну, вы увидите скоро. Я сделаю холл. О, господи, я хочу. Они слишком клевые. Черт. Мне нельзя приходить в такие магазины. Мне сразу все хочется купить. Вот посмотрите на этот ряд. Скажите мне, кто может зайти в магазин и не купить вот такое вот? Кто? Не я. Вот вам быстрый урок маркетинга. Хотите продать что-то абсолютно ненужное, покрасьте это в розовый цвет. Что мы купили? Кактусы. Yes. В общем, я не знаю, что мы тут будем без чего покупать, потому что, в принципе, ничего такого интересного нету здесь. Но, кактусы, извините, не ложки. Я должна им имена дать. И, конечно, здесь где застряла. Короче, да. Вау. Вот нет. О, господи, что за неудобная вещь. Такие свечи Yankees. Я, наверное, всю жизнь хотела себе такую купить. Не знаю, почему я так купила. Ну, не купила в Америке, но... Так, это мне нравится. Я себе так хотела вот эту люстру. Но она мне просто уже не списалась. У меня слишком красочная получилась комната. А если вы видите, то покупайте себе такую. Она мне реально клевая и очень модная сейчас. Так что я вам советую, ребят. Как будущий интерьер-дизайнер. Надо было ее купить. Ты, Даня, всего 32 есть в слоях. Может, вернемся? Нет. Она прекрасна. Это тоже литний бодер. Может, возьмем это же для кактуса? Какой цвет? Куда ты берешь цвета? Куда ты поставишь кактус? Кактус заслуживает лучшего маму? Он как ребенок. Привет, ребята. Ну, вот я дома. Как вам? Вот моя кровать. Это мой диван. Нет, я шучу. Я в Ikea. По объявлению, наверное, вы меня спалили. Кстати, ребята, я уже не помню. Я в этом видео говорила Ikea или Ikea. Но я хочу заранее предупредить, что никакой разницы нет. Потому что, оу, каждый раз, когда я говорю Ikea, вы нападаете на меня, типа, это не Ikea, это Ikea. Так разницы нету, потому что все по-разному называют. Да, в России, можно сказать, все называют Ikea. Но так как я жила в Америке, и у нас не было в Бакуе этого магазина, и первый раз я зашла в него в Америке, то есть, соответственно, я назвала его так же, как называют его американцы, Ikea. Так что не надо делать из этого большую проблему. Я не понимаю, зачем столько споров на этот счет в комментариях. Мы сюда пришли где-то в три, а сейчас в восемь. Нам осталось только ночевать тут в Америке. Не знаю, я вам рассказала или нет, но эту бумагу вытягивает своим льтом кролик. И на ней, типа, написано ваше будущее. Хотя тут нифига не будущее, а очевидное настоящее. Но, в принципе, он сказал, что, типа, загадай желание, открой. Я не загадала желание, я просто открыла, и вижу, тут не написано ничего такого предсказывающего будущее. Тут просто обычная вещь, которую можно причислить к любому человеку на Земле. Так что не ведитесь на эту фигню, ребята. Я вам советую. Обычно люди на экскалаторе, в моле, да, в магазине, на экскалаторе спускаются. А мы спускались на лифте, потому что у нас в руках груз был. И, короче, лифт открывается. И вы знаете, как в ужасах, в фильмах ужасов, где зомби убивают, там их кровь по всюду. Лифт открывается, и на нас льется какая-то черная коричневая жижа. Я не думала, что это туалетная там грязь или что-то в этом роде, потому что она не воняла, но это было отвратительно. Одному богу известно, что это было. Я без понятий. Это льется, но мне очень повезло. Я не вышла, я стояла, и она просто пролилась мимо, и я просто прошла с краю, где ее не было. Ну, в общем, да, живем тут весело.